у нас есть четверо я первый лгун из четверых а кто второй и третий четвертый угадайте сами Владислав Александрович я но все-таки ложь существует существует посмотрите в мои глаза поймал поймал открывает мои хорошие да все-таки ложь это неправда а правда это не ложь не а сам лгун у нас кто Владик с каждый раз не ну хорошо все-таки не ну смотрите какая красота садишь и думаешь блин где красота ну да красотиша и шар внимание да мотор здравствуйте уважаемые зрители видеоканала планета дзюдо с вами в очередной раз Роман Владислав Алексей Рустем Документальный театр планеты дзюдо продолжается мы много беседуем на разные темы и буквально недавно у нашего уважаемого Алексея возникла мысль а не поговорить а не поговорить ли нам о Алексей Борисович вам слово хотел начать с цитаты из фильма недавно просмотренного есть такое высказывание да в библии возлюби ближнего своего как самого себя перефразирована эта фраза таким образом обмани ближнего своего и самого себя вот на мой взгляд в этом постулате мы живем уже начиная с Адама то есть мы живем все во лжи тема ложь тема ложь давней намек добрый молодцам урок этими стереотипами да начинаешь говорить Владислав Макаров да ложь ложь это не проявленная правда скажем так есть правда ложь то есть мы живем в дуальном мире поэтому это просто для кого-то лошадь может быть истиной скажем так то есть это вот это слово которое обозначает противоположность правды вот так запутано почему ну как это синонимы антонимы ну то есть в принципе ты сказал то что мы можем прочитать в википедии давайте вот я знаю что в википедии что написано я хотел вот о чем сказать ты пока ищи в начале я забыл совсем у меня вылетел из головы в начале было слово знаете как этот кто вступает в должность кого-то кладет левую правую руку куда-то и на что-то и на что-то и говорит какие-то слова то есть то есть некая такая у него типа ритуал такое слово значит я хочу попросить вас в этой клятве есть такие слова что в том числе и не лгать давайте мы с вами определимся и сами себе попробуем сказать так что именно в этой беседе какие бы вопросы мы не поднимали мы будем абсолютно искренне не то что искренне в наших словах не будет ни намека на ложь отлично тогда я боюсь что мы будем молчать много умалчиваний да эту идею я не то что сам придумал но как бы это даже из кинофильмов вот недавно мы с Алексеем Борисовичем просматривали вот есть такие тоже мысли собираются вот люди вместе и вот ну что готовы сказать готовы и вот я нашел давай что будешь так официальность официальная версия ложь высказывание заведомо не соответствующие истине и высказанное в таком виде сознательно в повседневной жизни ложно называют умышленную передачу фактической и эмоциональной информации вербально или невербально ну то есть я могу притвориться что мне весело а мне не весело то есть это тоже ложь целью создания или поддержания в другом человеке убеждения которые сам передающий считает не соответствующим истине в принципе все все логично предельно ясно что это ложь но а не я да мы же о чем говорим с правдой возлюбим мы начали с чего с ближнего как самого себя да то есть и мне думается скажем так что надо первое что научиться себе не врать а это очень сложно потому что есть такая штука как еще иллюзия то есть ты думаешь что это правда и можешь жить выдуманным ну иллюзия это одна из направлений лжи то же самое то есть это как мираж да но вот это у мужчины мне понравилось что мысли мысли какие есть должны соответствовать словам а слова соответствуют делам то есть вот такая связь если мысли об одном слова о другом о действии о третьем это а могут быть твои мысли не ложными если тебя с рождения во ржи отлично а что значит твои мысли откуда они приходят мы не знаем и почему мы их эти мысли присваиваем себе и почему мы вообще определяем эту мысль ложь или не ложь да моя это мысль не моя потому что мы сейчас сказка ложь это из детства у нас пошло да от Пушкина и мы и мы это ну сказка ложь мы стереотипами шаблонами да нет вот есть вот тема такая что мы все живем во лжи ну и что ну вот что вам сказать сказка ложь давней намек то есть ложь это указатель инструмент намека зачастую бывает так вот многие писатели детские да или любые вообще они чтобы скрыть даже чтобы скрыть истинный намек о ком это или о чем это там допустим чтобы не говорить и указать точно страну они говорят там за семи морями за семи холмами нет это абстрактность мышления басню ты говоришь мне про басню что когда лебедь рак и щупость тащат в разные стороны это не ложь нет это не ложь я вообще говорю о вот возьми любую сказку допустим про описание там да про Гулливера это явно вымысел конечно как бы это ложное все но это намекалось на какую-то страну хорошо я тебя извиняюсь намекал намекнув тебе на это возможно 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 намекнул я разговаривал сейчас маленько я разговаривал несколько лет назад с моим другом Мурсалом Мурсал привет тебе он сейчас в Казани тренирует да Мурсал привет вот все его практически знаем мы с ним разговаривали по поводу я тебе нае мы говорили по поводу есть такое слово как ударили подносчики подставить другую с одной стороны это да это может быть намек на что я ему тогда помню может намек на то что знаешь когда мы стоим где то да и чтобы встряхнуть самого себя а что я сделал не так то есть ты если меня нае я должен остановиться и понять а может быть я что то сделал не так где то а может быть ты не узнаешь а может быть не узнаем ну не узнал и хорошо А можно вопрос, если уважаемым Алексеем Борисовичем задается тема, что мы все живем во лжи, если я правильно услышал, что ты подразумеваешь, когда этот образ нас, живущих во лжи, задаешь как тему разговора, можешь ли ты пояснить, что тебя навело на эти мысли и в каком контексте ты этот вопрос задаешь? Вот хочу тебе сказать, я Алексею Борисовичу сказал, он мне когда прислал сообщение по поводу лож и написал мы, я сказал Алексею Борисовичу, давайте так, не обобщайте, пожалуйста, пиши так, что я живу во лжи, или я не хочу больше лгать, или лгу ли я, а вот то, что Руслан Шамиль сейчас сказал, мы, да, это вот не надо всех обобщать, то есть если у тебя возникла правда, интересно, ну-ка скажи-ка нам, у тебя возникла такая тема, почему она вдруг... Что подразумеваешь? Что тебя встревожило, так подумать? Встревожило, да в том-то и дело, вот в том-то и дело, что не то, что не встревожило, то есть встревожило это что, всколохнуло какие-то фибры моей совести? Нет, не знаю, что же встревожило, что же вдруг ты подумаешь, а поговорить... Ну, меня не встревожило, я не слышал, что меня это встревожило. Заинтересовало, да? Ну, почему? Меня-то, когда мы говорили о страхе, я сразу скажу, меня эта тема волновала, почему? Потому что у меня есть внутренние, как бы, некоторые страхи, за, были и до сих пор продолжаются, допустим, за моих близких, да? И меня вот эта тема очень тоже затронула. Плюс я испытал этот страх, видел, вот даже на чемпионате, да? Внутренний вот этот какой-то мандраж, мы говорим, одно из проявлений страха и так далее. Поэтому это все не случайно. Очень хорошо, да. Когда коучинг проходил, и вот кто преподавал, она вот, как ты говоришь, что-то тревожит, и она озвучила это на группу. А как озвучила? Говорит, почему я вот всех там, ну, бегать не могу по утрам начать? И говорит, накидайте мне там вопросов. И одни сказали, ну, не может себя мотивировать, скажем так. И такое прозвучало, вы тут нас учите, а сами вот так вот делаете. И она говорит, о, и прям, говорит, спасибо большое за такое вот. Поэтому Алексея что-то там тревожит, и он решил уточнить. Если тема задается для обсуждения, то в каком контексте, потому что это же очень широкая тема, мы можем сейчас расползти по древу очень сильно. Конечно, конечно. Вот мне Алексей Борисович так и не ответил, в каком контексте ты задаешь тема. В каком контексте ложь? Да. Почему его, чем такое? Ну, почему ложь, вот я так думаю, почему мы ложь, почему очевидно, что род человеческий, так назовем, исторический, и это видно и прослеживается, ложь красной нитью идет. Понимаешь? Особенно она такая коварная ложь, когда практически невозможно проверить правдивость, правдивость тех слов, которые сказали. Это вопрос веры уже тогда. Да, мы переходим в другую категорию, типа вопрос веры. Понимаешь? Но опять-таки, вопрос веры мы все понимаем. Если мы говорим о таких направлениях, как в сторону религии, то здесь очевидно, что, вот я буквально недавно тоже фильм, ну, как бы, очевидно, что любая религия, это в любом случае, ну, как бы, насильственное насаживание в умы человека той или иной какой-то концепции. В результате чего тебя вводят опять в страх, и, как бы, вот таким образом, используя ложь, зачастую и практически всегда, ложь, которую ты просто не можешь доказать ничего обратного. И поэтому ты принимаешь это как зачистую монету. Но зачастую, я согласен, что в мире ложь, это практически, ну, если так взять, посмотреть, ну, это одно из основных условий вообще выживания рода человечества. Какой цвет у лжи? Я не знаю. Я думаю, он прозрачен. Смешно. У лжи какой цвет? Ну, была бы черная, бы все ее сразу раскусывали, понимаешь? А прозрачная, ему стрекора бы наврешь и делай с ним что хочешь. Мне кажется, вот, раскрашивание мира вот в черный и в белый цвет, да, оно, как бы, и поляризует, как бы, вот эти понятия правды и ложь. А может ли мир быть черно-белым? Я тоже знаю. Поэтому для того, чтобы начать разговаривать о лжи, нужно перейти в тему, что такое правда. Ну, про правду мы... Правда, истина, правда, истина. Нет, 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 ты сейчас немножко удаляешься. Давай так, смотри, ложь, все понятно. Ложь это то, что вот уже понятно. То, что... Вот мне кажется, вот там, то, что Алексей Борисович прочитал. Осознанно, там ключевая фраза осознанно. Вот то, что там Алексей Борисович прочитал. Мне кажется, вот это определение лжи, оно уже написано с ложью. Ложь для меня – это любые мои личные действия, направленные для того, чтобы получить лично для себя максимальную выгоду. Там так и написано. Да? Ну, примерно, да. Да. Ну, хорошо. Анекдот. Давай. Ну, встречается резидент со своим агентом. Все. И агент такой говорит. Ну что, говорит, мы теперь с тобой шпионы? Он говорит, нет, шпион здесь я, а ты просто предатель. Поэтому, когда мы говорим о лжи, то все-таки, конечно, это вот такая фундаментальная основа всего, вот как я уже говорю, человеческого бытия. И мы недавно с Алексей Борисовичем буквально вчера об этом говорили. И скажем, что если человек, вдруг, человек, вот я лично, лично я, приму решение. Все, с сегодняшнего дня я не лгу. Мне вообще нельзя будет остаться здесь. Он не будет. Я должен скрыться. Скрыться, иначе просто меня разорвут. А, всегда говорит, да, есть такое кино. Ну, то есть, я должен скрыться и попасть в такое место, где обо мне никогда не слышали, никогда не знали. Это, по сути, как бы заново родиться. То есть, мы родились. Да. Мы же даже не знаем ни что такое правда, ни что такое ложь, тем более. Не знаю, не знаю. А потом нам начинают что? Лгать. Навязывать некие мысли, что вот это правда, а это неправда. А потом я попадаю в другую среду, и мне говорят, нет, вот это правда, а это неправда. А потом в третью, и мне говорят, нет, вот это правда, а это неправда. А потом в десятую, в тридцатую, в сороковую. Получается, мерил он. И я остаюсь только там, принимаю то понятие, где правда и где ложь, где мне максимально выгодно. Ну, ты сейчас за себя говоришь? Да. Ну, выгодно и правдиво – это разные вещи. Нет, я принимаю сторону, что мне говорят, вот это так, вот это ложь, а это правда, и я приму это только в том месте, где мне в данный момент максимально выгодно. Ну, да, просто мысль в том, что человек лжет не для того, чтобы отстоять свою правду или что-то, а лжет для того, чтобы получить какую-то выгоду. Сволочь. Вот смотри, допустим, мне родители врали. Вот я родился, они начали врать, как только поняли, что я могу что-то понимать, они начали врать, что вот это нельзя, а это можно. В капусте нашли. В капусте нашли, еще что-то и так далее. Но я принимал их ложь. Хотя, может быть, я сомневался. Но я принимал, потому что я понимал, что иначе мне невыгодно не принять. Ты зависимый. Я зависимый, и мне здесь сейчас выгодно. Потом дальше, дальше. А, то есть ты опять уже лгал, ты притворялся с тебя. Да. И таким образом я опять начинал лгать и самому себе, в каком-то смысле, и родителям. И все, это фундаментальная основа, получается, живого, так называемого, мыслящего мозга. Да? Да. Спасибо. Тема не раскрыта. Нет. А почему не раскрыта? Нет, не раскрыта. Ну, хорошо, ну, давай ее дополни. Поставь точку. Ну, смотрите. Запятую. Вот, опять же, Алексей Борисович, когда начинал говорить, он сослался на библейские. Да, но я сослался не потому, что это, а просто мне понравилось, это перефразировали они. Вот было вот так, а у нас сейчас вот так. Ну, ты знаешь, ты мог бы сейчас сказать, там, кошка бежит по улице, а это перефразировано, что давайте жить в обмане и так далее. То есть, это, ты не случайно связал тему разговора с, на самом деле, не с ветхозаветной, а с новозаветной заповедью, которую Иисус Христос принес в этот мир, да, любите других, как самого себя, там, про любовь, которую принес к десяти ветхозаветным заповедям, он принес одиннадцатую, да, можно сказать, что главную, наполнил эти заповеди, наполнил любовью. Вот, почему ты именно с этим связываешь, да? Значит, получается, что так же, как и с Иисусом Христом, что он, ну, на основу ветхозаветных десяти заповедей, он их добавил, он вдохнул в них, как бы, любовь, жизнь и так далее. Поэтому и так же и с ложью, ведь проложь это тоже одна из ветхозаветных заповедей. Что лживо, что не лживо, опять это нас отсылает к первой заповеди. Первая заповедь звучит «Бог един». Да, смысл этой заповеди, ну, помимо там прочих, если связывается с темой лжи, о том, что есть абсолютная правда, есть истина. То есть, а что не является абсолютной правдой и истиной, то лживо. Поэтому понять, что такое ложь, например, в мире материальном, где очень хорошо применяется принцип относительности, очень сложно. Понимаешь, то есть, если все относительно, то вроде бы это и не ложь, но вроде бы это и правда. А если говорить «нет», есть истина, это правда. А если это противоречит истине, тогда это ложь. То есть, вот тогда мы понимаем, о чем мы говорим. И опять же, кто определяет, да, то есть, вот в таком, может быть, нашем даже полемике или споре, тоже получается, нужно идти-идти и доводить, опять же, до понятия, что правда относительно вот этой темы, а что лживо. Не-не-не, подожди, не про правду, что ложь. Ну, нет, что ложь, ну, вот лежало 100 рублей, я раз взял, ты мне спрашиваешь, Лёш, ты брал? Я говорю, нет. Это обман. Ну, это одно из проявлений лжи. Это ложь, ну, я, а ты же не можешь, а ты, а ты мне веришь. Ну, ты, у тебя даже мысли не можешь, что я взял и сказал, нет, я не брал. Да. А я сказал тебе правду, ну, я знаю, что это ложь. Лгать можно же по разным причинам. Ну, не, ну, хорошо. Допустим, дети лгут, чтобы их не наказали от страха. А люди многие лгут тоже от страха, понимаешь? Понимаете, может быть, в системе координат человека ложь не является антагонистом правды. Вот как то, что ты примеры приводишь. То есть, ложь – это инструмент выживания. Да. Это не является тем, что противоречит внутренней системе координат мировоззрению. Но когда человек набирается мудрости, например, ну, я не говорю сейчас про себя, но для себя вот такой закон… То есть, ложь – это мудрость? Нет. Я сейчас продолжу мысль, что когда набирается мудрости, он понимает, что… Он отбрасывает этот инструмент. Да, что этот инструмент для выживания не нужен, что он неприемлем для мудрого человека. Да, манипуляция, ложь. И тогда он понимает, что, тем не менее, находится в материальном мире. И вот, как бы, один из таких вариантов, что, например, либо говоришь правду, либо молчишь. Искренность. Да? Ну, молчишь – это тоже лжешь. Нет. Почему? Нет. Либо говоришь правду, либо молчишь. Пока ты не озвучил и не вынес в этот материальный мир. Опять-таки, приходим вот все к тому же. Если я не озвучил какую-то заведомую, да? То есть, особо, да. Ты не озвучил. Вывод? Вывод. Вот и даже вот с этой 100-рублевой купюры, которую я взял, а сказал тебе, что не брал. А ты озвучил. Ты озвучил. Подожди, я скажу, я не брал. Ты озвучил. Я не брал. Ты озвучил. Вывод один – счастье в невидении. Нет. Не знаешь? Значит, не было. Нет. Почему? Просто цена вот этого лжи – это 100 рублей в данном случае. О! Цена. Точно. Ты не случайно, опять же, все не случайно. Ты сказал 100 рублей. Нет. Цена лжи 100 рублей – это для тебя. А для него, может быть, это то, что он украл. Это день выживания. Это день выживания. Он пойдет купить себе хлеб в пакет в море. Понимаешь? Да. Для тебя это 100 рублей? Ну, и о чем, да. Тоже хорошо. Но все-таки… То есть лжи – это инструмент выживания, без которого мы не можем выжить. Нет, не мы. Не мы. Не человечество. Нет. Только вот в данном случае ты. Не мудрый. Или я. Не мудрый. Нет, вопрос каждый. Лжи – это некий инструмент, который использует человек. Каждый человек принимает систему координат инструментарий выживания, если он говорит, для меня инструментарий выживания – ложь, все, я лбу, и я не буду морально там… Нет, не берем человека, который расставил для себя инструментарий и живет четко во лжи. Каждый день мы можем совершать заведомо ложную или мимику, изображать ложную, или какое-то еще что-то, да, ложно, не считая себя лжецом. Да. А все равно… Чувствую так-то. Да. Ты пришел и улыбаешься, да, там, допустим, просто… Слушайте, а вот если врать, ну, быть логуном, а при этом, ну, как бы, не считать, это типа как алкоголизм? Да. Ты будешь уверенно, да. Да. Да, как алкоголизм. Я не пью. У нас есть такие примеры. Я тревогу. Да. Ну, то есть, как бы, это, получается, некая… Ну, мы определили, что это инструмент, и им пользуется человек, правильно? Если он становится более осознанным, более мудрым, то он этот инструмент откладывает. Если он принимает решение… Я думаю, что он… Ну, да, понятно, что… Ну, понятно, что более мудрым, и так далее, тоже закруглено, мы должны теперь понять, что такое более мудрым стать, что такое… Как он дойдет до этого… Давайте попроще как-то… Ну, ты… Хорошо, давай так, я чтоб ты понял Влада мысль, да, и она отчасти моя… Твоя она. Ну, да. То есть, давай так скажем, может ли быть мудрец лжецом? Конечно. А я считаю, что нет. Почему? Ну, потому что это тогда не мудрец. Если он лжец… Тогда он лжец. Он лжец. Это не мудрец. Почему лжец пророк? Лжец. О, пойдемте, пойдемте. Люди выбирают президента. Причем с президентом? Ну, вообще. Руководители предприятия. Ты про анекдот, который вы сказали? Еще чего-то. В итоге… Все мы знаем только его. В итоге получается так, что иногда бывает, оказывается, что того, кого выбирают, якобы… Почему выбирают его, кого-то лучшим? Потому что понимаешь, что он, типа, в их кругах, он мудрец. Его выбрали. Это компетенции какие-то нужны. Почему? Потом даже мы понимаем, что даже выбрать можно, солгав. Понимаешь? Вот я недавно фильм смотрел вот этот про Боджия, да? Александр Шестой. Папа Александр Шестой. Он там вообще… Он стал, блин, папой римским, полностью как бы исторически там… На лжи все было построено. То есть… Получается так, что мудрецом… Как ты станешь? Откуда? Ты сам себя назовешь? Я мудрец? Ты лжешь тогда? Нет, подожди. Мы с тобой говорили о том, может ли мудрец быть лжецом? Конечно. Кто его назвал мудрецом? Тогда он мудрец. Ну, давай про тебя, про твое понимание. Ты пойдешь к человеку советоваться о действительно истинных, беспокоящих тебя вопросах в жизни? Если ты точно знаешь, что он лжец. Нет. Другое. То, что ты не знаешь, что он лжец, не значит, что он не лжец. Ну, может быть. Может быть. Может быть. Но это не противоречит тому, что он лжец, этот мудрец. Ну, смотри… Потом тоже, ты знаешь, вот в отношениях, допустим, Влада со мной, в наших каких-то взаимоотношениях, да, по каким-то делам, он, допустим, может быть абсолютно не лживым. Но по отношению к тебе он может, блин, так врать. Ну, я говорю про твои с ним взаимоотношения. Потому что мы сейчас вообще не должны уходить в категории, там, народ, там, люди. Каждый про себя. Вот я говорю. Вот я, допустим, могу быть с Алексеем 10 процентов. Это роль. Роль. С тобой 25, а с тобой, может, 40. Понимаешь? Тебе больше. Мне побольше, побольше. Ну, ты помассивнее, да? Тебе больше. А с собой, может, все 100 в результате. Поэтому вопрос не может лыгать твое утверждение мудрец. Тогда он не мудрец. Тогда он лжец. Нет. Смотри. Ложь – это некий инструмент, а мудрец – это нет. Это не инструмент. Это звание. Это звание. Разве мудрец использует инструментарий? Ну, конечно. Ну, конечно. Лжи. Ну, как же. Тогда он не мудрец. Тогда он манипулятор, лжец, политик. Ну, короче, не лжет только мудрец. Не лжет тот, кто не лжет. Тот, кто не лжет. Тот, кто не лжет. Тот, кто считает. А приори будут. Не факт. Хорошо. Тебе человек говорит, я не лгу. Не факт. Поверишь? Ну, хорошо. А по вопросу веры – это выбор? Да. Вера, да. Отлично. Я не вру. И ты можешь верить. Да. Определенного действия. Нельзя верить. Можно, можно, можно. Нет. Я бы другое слово сказал. Не про веру. Ты можешь это принять. На веру. В данный момент. Принять на веру. Просто, причем на веру. Может на Ольгу. На кого угодно. Хоть на Петю. Согласен. Не надо. Так что, вопрос лжи, он конечно… Остается открытым? Не то, что остается открытым. Спасибо. Он и так понятен, что мы без этого никуда вообще. Мы изначально даже, может быть, во лжи рождены. Вы Роман Георгиевич? Мы во лжи рождены. Мы Роман Георгиевич? Да, я к себе. К тебе. Я рожден даже во лжи. Мы рождены. Во лжи, что делать бы? Мечты родителей своих. То есть, для тебя ложь является приемлемым инструментом жизни, приемлемым понятием. Да, без этого никуда я не смогу. Самый мой простой пример. Буквально давно я сделал ложные действия для того, чтобы получить необходимый мне документ. То есть, это осознанный инструмент выживания в мире. Выживание в мире, и он принимается. Нет, он не выживание, нет. Я могу выжить и безо лжи. Но, тем не менее. Я могу выживать, но это инструмент для того, чтобы получать выгоду. И, скорее всего, по большей степени, только материальную. В рамках жизни. Нету жизни, нету лжи. Нет, смотри. Жить как объект биологический. Ложь возможна только в живом мире. Смотри, жить как биологический объект, жить, чтобы работали органы, я могу и, скорее всего, безо лжи. Мне не надо лгать. Но получать выгоду... То есть, выживать. Нет. Ты опять говоришь... Выгоду. Получать выгоду материальную. Жить я могу и безо лжи. Жить имеется в виду биологический, чтобы стучало сердце, работал мозг, кроме сосуд. Типа, если мы говорим, что жизнь... Ты хочешь жить лучше? Нет. Значит, выживать хочешь в этом мире? Нет. Значит, ты... Он не правит. А вам, что ли? А я хочу просто... Поймать тебя на лбу. Я ищу за левую. Нет. Он хочет вернуть, создать ложное ощущение зрителям, что он мудрец. А почему же ложное? А почему нет? А почему? Мы еще не проголосовали. Давайте поголосовать. Итак, Рустеп Шарфеевич. Вы знаешь, мудрость... Возводится ли враг мудреца? Кто за? Кто за? Мудрость голосованием не определяется. А как? Тайным голосом. Ну, сделай то. Вот отображай дело. С кем первым идешь в Телеговаре Лисе? Тайным голосом. Ну, это мы, да? Да. Мы веселые мужики парятся. Да. В общем, мы затронули тему ложь. Не врите себе. Во. Врите другим. Себе не врите. Выгодней. Да. Лучше молчите. На дурака не нужен нож. Ему с три короба соврешь и делай с ним что хочешь. Не будьте дураками. До новых встреч. Только японской борьбой занимайтесь. С дураком. Пока-пока. До свидания. Руслан Шавельевич. Мудрец Руслан. Истерия. Так. Алексей Борисович приготовил что-то очень-очень интересное. У нас пока что сверхинтересно не будет. Надо перемешать все это. Это хороший навык. Опа. Сейчас носики все. Обащеное что-то. Нет. Лучше, наверное, большую ложку. Нашего брата, вегетарианца. Здесь не обижаются. Вегетарианца нет. Самое главное. Тарелки надо было, наверное, глубокие, потому что там бульончик внизу. Такой вкусный. Ну давай глубокие возьмем. Давайте глубокие возьмем. А где там? Руслан Шавельевич, подождите. Тарелочки эти заберите. Нам не понадобится? Ну сказали, что это. Жижки там. У них здесь. Можно посмотреть туда. Передает запахи тут у тебя камеры? А вкус... Что Бог послал. Специфически. Да, Алексей Борисович, ну давайте расскажите, пожалуйста, рецепт секрета. Много лука, морковь, картофель, кабачок, баклажан, брокколи, айва. Все, что есть у вас в холодильнике. Вроде все. Специи. Специи для... Помидор. А, перец болгарский помидор. А для потенции есть там что-то? И тут есть. И тут есть. Что там есть? Для потенции. Мы пришли к выводу, что потенция важна, когда ты не лжешь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...